Что нужно знать перед тем, как начать работать с образцом? Прежде всего, не допускается в систему образец, приготовленный с использованием канадского бальзама. Почему? Почему? Вакуумная система, электронный зонт, мало того, что он может разрушить образец, он еще его и нагревает до нескольких сот градусов. А возгонка канадского бальзама, по-моему, если я не ошибаюсь, порядка 130 градусов, а если в вакуумной системе это еще меньше, то он полетит, осядет на стенках вашего прибора, а дальше вы будете долго и долго научиться учить в Академии рабочего. Прежде всего, нужно обратить внимание на образец должен быть очень хорошо отполированный. Если для энергодисперсионника это не столь важно, то есть там нужно картинку получить пин с не очень хорошей полировкой, то для волнового спектрометра, где и чувствительность получше, и разрешение получше, полезность должна быть очень хорошо отполирована. В следующий раз, когда нужно будет с вами практические занятия, я пытаюсь договориться с Эрмонисичем Трубковым, который покажет, как это делается. Полируются образцы исключительно на алмазных паспортах. После этого их надо очень хорошо помыть, а то будем мерить углерод. Никуда от этого не денемся. После того, как образцы подготовили, надо их очень внимательно посмотреть. Ту информацию, которую вы изначально дадите про ваши образцы, ляжет в основу того, чтобы наиболее быстро и хорошо была подготовлена программа анализов. А то вот когда человек приходит и говорит, хочу посмотреть. Посмотреть нужно, получить нельзя анализ. После того, как вы подготовили образец, перед тем, как вы придете работать на сон, вы даже очень внимательно узнаете, по возможности сделать какие-то фотографии или что-то. Но в таком случае сказать, что там есть и что вы хотите. Поставить эту самую пресловутую задачу. После этого образцы напыляются слоем углерода в вакуумной же системе. Раньше в электронном микроскопе напыляют золото и алюминий, которые резко повышают контрастность изображения. Для микрозонного анализа это сделать невозможно, потому что золото, во-первых, легкие элементы будут очень хорошо поглощаться в тяжелый металл. Более того, мы будем мерить золото. Есть только самая прозитка. Поэтому образцы напыляются в стандартных условиях. Для данного прибора стандартные условия напыления углеродной клетки. Где-то это делают термическим распылением, где-то это делают стержень. Между стержнями пропускают электрический ток, образуется дуга и тем самым ведет распыление. Но со строго фиксированным толщиной этого напыления. Дальше мы его уже смотрели без электронного, без приборов наших. По той разной причине, что если вы будете случайно рукой задетьте, то углеродное напыление может прийти в негодность. Углевод тоже бывает разный. И тут надо понимать, что, например, у нас сейчас проблема с тем, что мы используем отечественную углеродную митку, и в ней порядка двух десятых фосфора. То есть мы не можем малой концентрации фосфора мерить. Это, конечно, не на что не влияет. Просто мы знаем, что такое есть. Если вы мерите даже апатит, то там содержание две десятых и содержание фосфора в апатите существенно не влияет. Но на малой концентрации фосфора, я всем говорю, порядка двух десятых у нас вот такая примесная речь по апатитству. Здесь, я так думаю, что она есть практически во всех, в разных сочетаниях. Хотя, когда мы смотришь фосфор для метеоритов, они специально напыляли Астрию. У них там достаточно чистая нитка углеводная. Ну вот напылили образец, поместили его, но перед тем, как поместить его в камеру, нам бы нужно выбрать соответствующий стандарт. И это опять зависит от человека, который принес образцы. Чем больше он скажет информации, тем более правильно мы выведем стандартные образцы состава. Потому что картотека достаточно большая, но опорный стандарт, он всегда один, ну два. И дальше идет выбор экспериментальных параллитров. Какое напряжение? Кстати, современные приборы, предположим, СХ5, где у нас есть диапазон изменения энергии пучка до 50 кг. У современных приборов он где-то до 30 кг. Но мы никогда не используем 50 кг. У нас есть такая возможность, но никогда не используем. Обычный анализ происходит в интервале 10-25 кг. Ну и 25 кг тоже получено редко. Даже такие вещи, как золото, или плотиноиды, или редкие земли, для них достаточно 15-20 кг. Вот. Значит, выбор ускоряющего напряжения, выбор тока. Ну, конечно, это можно в процессе анализа поменять, в зависимости от того, чем в конечном итоге окажется ваш образец. Вы можете тоже не знать. И знать, но не очень. Или предполагать одно, а на самом деле получается другое. Вот эти вот выборы экспериментальных параметров очень важны. Ну, например, для стекол мы используем расфокусированные зоны. Причем, вот я, например, больше люблю... Кто-то использует просто расфокусированные зоны, то есть вот пятно падающего потока, ну, нет, там, 1 микрон, а, там, 10-15 микрон. Почему-то, почему расфокусированные зоны? А, то есть фокусированный зон, он дает вам возможность уменьшить силу ток на и дни тугой. Чтоб, чтобы не разрушила. Да? Да. Что прежде всего, если у вас образцы неустойчивы к воздействию рептонового бучка как афтера, иммунизирует все вот эти негативные влияния за счет энергии бучка. Смотри там, как хочешь идти. Это даже не избежь. Нет, есть сухие. Есть сухие стекла. И так, ну и то, это надо смотреть. Еще в свое время, вот, когда мы припоставили еще на старых-старых приборах, к условию анализа стекла, есть стекла, которые, ну, грубо говоря, у вас время счета на каждом элементе, ну, сказать, 10 секунд. На плюс, вот, да, что сказать, полный цикл, 10 секунд. Вот за эти 10 секунд есть стекла, у которых натрия теряется в два, а то и в три раза. Даже на вопрос. И это известно. При этом, при этом, вы не можете сказать, что происходит с остальными элементами. То есть, предположим, я точно знаю, что при этом возрастает. Вот стекла, чем они плохи? Тем, чтобы вы перестали воздействовать электронным пучком. Тема... А? Ничего не вернулось. Ничего не вернулось. То есть, вы потеряли, и это безвозвратно. А для, например, вот альбита, вот. Продолжение следует...